так опять мы тут в поле всем в чате конечно надоели но ничего страшного у нас должна посадочка быть разных деревьев короче вот такое большое дерево здесь я приметил в поле он там еще одно есть две рябины сейчас буду это все дело выкапывать и дальше там аллею высаживать будут добивать эту аллею чтобы у нас было много красивых деревьев а то тут начнется стройка и все и потом больше не будет сегодня смотрел цены вот такая вот рябина стоит около 10 тысяч маленькая рябина вот стоит 2000 а это очень большие уже деревья оля тут сделала к чаю ватрушки название такое странное выглядит просто великолепно я думаю что и очень-очень вкусно вот так вот сейчас будем это все делать чаем пить красотища а это тесто чел ты из него смысле сделала нет это зачем такие же это ты сама тесто сделал а из этого чё так что сейчас будем ребята кушать ватрушки а на улице у нас вроде 5 часов а уже темно до ночь проснулись только уже спать пора мороз день чудес уже поздно уже спать пора все только проснулись чуть-чуть там солнышко и снова надо спать все ты будешь кушать мелом нет тебе сделали нет ты чё не пробуешь попробуй тоже нормально пробуй так ну ка я буду пробовать тоже офигенно вообще офигенно да все четко и сладкие кстати прикольно мне нравится когда сладки сейчас налей чая буду чаем все это дело ватрушки а мы тут плюшечками балуемся аккуратным только сюда скажите горячо как как с этого убрать они остынут еще вкуснее будут как они такие штуки сложно делать их нет а тесто ты из чего вот какой просто одна какая-то определенная мука ну тесто ты не поднимала да просто не надо наоборот прикольно все четко балл да милана скажите горячо в итоге выкопал раз два три три сосны достаточно большие посажу это у нас как дерево называется забыл боярышник так рябина вот еще сосна боярышник огромная просто здоровенно и огромная рябина это сейчас только надо будет все конечно посадить мы думали боярышников не осталось а вон раз два три четвертый и пятый маленький там еще боярышник буквально чуть-чуть осталось и аллея завершится это ли сделал так же с творогом а вот это яблоко натерло что-то мягко было да это чтобы корочка я тебе порвать не буду у меня зарядки нет милане звоните вот тут тесто еще такое не очень конечно посмотрим чтобы мягко тоже было все ли сделала он такие вот штуки лодочки прикольная к чаю просто офигенные штуки сейчас мы пойдем погуляем все посадочка удлинилось здесь посадили рябина боярышник рябина сегодня сосна боярышник сосна рябина и сосна получается раз два три четыре пять шесть семь деревьев и вот такая вот красивая у нас аллея получается и на одной из рябин есть плоды очень красиво это все дело смотрится вот так осталось там чуть-чуть но там земля что-то вообще жесть копать невозможно очень-очень жестко двадцать шестое октября на улице у нас сегодня ноль и идет чуть-чуть снег вот хлопья падают хорошая такая погода классно сейчас с Олей пойдем прогуляемся подышим воздухом дерево конечно разрослось я не ожидал что она так быстро вырастет кудрявая ива до двух метров может в рост пойти за сезон нефиг делать когда большое дерево там вообще наверно рост очень быстро большое дерево станет так прикольно это хлопья падают на улице пока все зеленое такое но идет чуть-чуть снег а все-таки зима прикольная штука как говорится как ни крути сейчас хлопья падают так по кайфу мне вот русская зима очень нравится понятно что там холодно и все такое но вот эта вся обстановочка зимняя это просто великолепно снег идет ништяк да хлопушки летят наверх и что там поет скорее бы зима чтоб потом быстрее лета но нет зима тоже не офигенная тема уходишь на улицу снег где-то такое светится белый вот этот цвет а потом домой когда заходишь и дома тепло садишься там чай пить телек смотреть тоже свое такое ощущение есть за лето тоже не знаю и начинаешь уставать от от зеленого потом все белое потом после белого все зеленое вот именно этот процесс и дает такое ощущение жизни если всегда только зима так себе история всегда лето тоже так себе а вот когда смена вот это классная штука ну это в башкирии нам повезло постоянно смена происходит вот абрикосовое дерево вот говорят это южное растение да оно только начинает желтеть вот смотрите вот многие деревья уже сбросили листья а абрикос вот этот еще зеленый только начинает вот желтым становиться так что абрикос я не скажу что прям конкретно только в теплых краях вот вам пожалуйста держится прям очень хорошо вот другой абрикос тут уже вон листики отпали вот еще один вид абрикоса тоже нормально держится и кстати вот абрикосы которые из косточки мы вырастили вот они вот они здесь родились так сказать вот местные из косточки вот они тоже отлично держат листья такие прикольные надеюсь на следующий год попробуем абрикосы ну да на следующий год должны быть уже абрикосы в этом году деревья он уже разрослись рододендрон вот нам говорили тоже это такое растение слабенькое не выдержит что-то я если честно не вижу тут чтоб что-то тут не выдерживало чем холоднее тем они бодрее вот эти листья вы посмотрите как будто только только начинают зеленеть нет такого что они там скрутились сжались обвяли там ну что это такое четкое держит ну даже не желтеют даже эти вон свечки ну я думаю вот сейчас вот на улице ноль и листиком пофиг ну в мороз они тем более должны как бы ну выдержат многие растения в ноль уже начинают вот сворачиваться и видно что так себе себя чувствуют вот это рододендрон нормально сочувствует так что логично будет что они и зиму перезимуют нормально вот так а инжир да просто вот инжир например первый чуть-чуть даже плюс пять было сразу листья все скрутились вот нет так они все уже вот ну и посмотрим выдержит или нет я на один инжир просто взял вот такую штуку одел вот так по приколу посмотрим вот уже макушка подмерзла да наверное ну может такую трубу найти по длине еще одеть ну ну дерево инжир короче пойдем мы гулять солью ну вот авокадо кстати да тоже южное да растение держится вот авокадо листики тоже держится ну потом окажется что все южные растения которые нам говорили наоборот наши растения да персик вот смотрите два дерева тут сорта разные походу вот одно дерево персиковое сбросило листья второе еще зеленое тут еще есть такие нюансы смотря где это дерево посажено как ветер дует насколько этому дереву там ветрено холодно уютно не уютно от этого еще зависит так зима хорошо так на улице да офигенно ореховые деревья все уже листья сбросили все уже не готовы к зиме скучковались заблокировали все свои системы и сидят там внутри телевизор смотрят новости что там будет с санкциями ну да кстати некоторые даже не видно что здесь есть что то зимой кстати здесь вообще не надо будет ходить потому что можно сломать вот эти вот тут посажено у нас очень много разных кустарников вообще он не видно только в этом году посадили это держится хорошо да пузыреплодник красного цвета классно там у нас есть боярышник но он другой здесь вообще классно блин мы думали выкопать убрать это думали так у нас есть боярышник а здесь посмотрите какой лист у него вот это красота а покупали как шелковицы ну такие красивые листья странные еще чем-то закрепить потому что здесь снег очень сильно и мы его прям согнули оттуда мы какую-нибудь палку возьмем сюда его наверное воткнем и защитим а вот тут цветочки есть смотрите некоторые цветочки растут кому-то пофигу на всю эту зимнюю тему но это я везде вот собрал и сюда закинул как удобрение прохладненько ну короче соли сейчас пойдем это посмотрим что у нас там с деревьями которые мы посадили вчера вот мы сажали покажу вам сейчас сделали обрезку дерева оставляем только верхнюю часть а весь низ мы зачищаем у боярышники есть такое свойство как поросли вот мы их убрали оставили чистый ствол и вот это верхняя красивая крона будет формироваться также и с рябиной вот тоже рябина тоже внизу все поросли убрали лишние оставили два красивых чистых ствола и вот они будут так держаться чистыми и верхняя часть будет сформирована и везде вот такая же штука тоже вот боярышник внизу чистенько разделено на два ствола вверх широкий вот красиво и вот так вот все лиственные деревья и кустарники которые в форме хотим дерево держать вот они будут смотреться просто великолепно сейчас вот в баллонах пришли тут полили некоторые деревья которые только посадили на улице уже снег идет чуть-чуть ноль но так как мы их пересадили мы решили все-таки еще чуть-чуть полить воды ну в общем корневая чтобы там увлажнилась и в принципе все они уходят в зиму будем надеяться что все это приживется ну сколько мы сажали соли деревья в общем-то не было такого чтобы что-то не приживалось если только мы не повредили там какой-то корень но вроде как не повреждали ничего вот здесь мы посадили получается боярышник рябина вот это дерево боярышник это уже больше десяти лет этому дереву это можно вычислить по плодам вот когда уже есть плоды значит дерево уже достигло десяти лет от десяти до пятнадцати лет плодоношения и боярышник может жить четыреста лет вот прикиньте там с греческого вроде переводится как крепкое дерево боярышник вот а в россии боярышник название дали боярыня это весной типа девушки такие легко одеты там на улице зеленое все красиво что-то типа белым цветом цветет да типа белоснежные потом они такие зеленее встают типа старше а к осени боярине или как там они правильно называются они короче в красном цвете вот эти платья уже одеваются осенний наряд и получается вот такая такое название вот боярышник ну это насколько я короче понял в общем в россии дали название боярышник исходя из руссконародных традиций как вот живут люди женщины в общем от весны до зимы не такое огромное высокое дерево получается компактное ну да нет вот оно достаточно высокое ну не настолько высокое как какие-то дубы там или еще что-то да оно медленно растет вот смотрите вот 10 лет тут забор двухметровый ну вот двухметровое дерево за 10 лет всего лишь гляд а та жеребина например за 10 лет превратится в огромное дерево за 10 лет вот сосна превратится вон сосну у нас там 3-4 года и они вон какие через три года вот эта сосна будет вон до проводов так что боярышник красиво цветет всякие разные там разные цвета плодов у кого какие посмотрим короче красота Оля сейчас сделала просто нереально вкуснейший суп я две тарелки съел потом половником еще съел и сейчас думаю третью тарелку что ли съесть реально? да просто обалденно это лучший суп за всю жизнь да я сейчас маму спрашиваю что он туда добавляет может туда какой-то супер ингредиент добавляет я тебе много каждый раз так добавляет что? вкусно вкусно? ну что реально вкусно суп? бульон попробуй просто бульончик бульончик что как? вкусно я бы не ела вкусно вкусно из всех супов сколько ты ела как тебе? это лучше? все лучше да ну этот просто шикарный ну это нижняя ну все четко вот такой вот запас доставка доставка там здесь он там доставка приехал а то шикарный еще и доставка еще шикарный